Ребята, всем привет! Наконец-то у меня появилась возможность сделать настойку из бобровой струи. Бобровая струя у меня высохла, бобрик мы добывали с друзьями по осенью, добыли 3 бобра. Бобровой струи у нас 340 грамм, настаивать будем ее. Очень много посмотрел видео в интернете, не мог определиться для себя, каким воспользоваться рецептом. Прочитал очень много информации, но попал на канал к одному человеку, называется он Охота на бобра. Посмотрел у него очень много видео, человек занимается охотой на бобра профессионально. То есть, ну и посмотрел, как правильно бобра разделывать, как правильно доставать оттуда струю, как ее сушить. И мне кажется, на сегодняшний день это самый такой канал, где вся информация получена от того человека, который действительно понимает, что он делает, и решил остановиться на его способе сделать настойку бобровой струи. То есть, что мне для этого потребуется? Очень много также информации в интернете, что настойку бобра делать на самогоне нельзя. Лучше сделать на водке, кто-то говорит на спирте, кто-то говорит 50 градусов должен быть напиток, кто-то говорит 40. То есть, информации столько много, что выбрать правильную, как бы, я еще раз повторяюсь, очень сложно. Но вот у этого человека он рекомендует делать настойку струи, либо из спирта разбавленного до 50 градусов, ну на крайний случай из хорошей водки. Я из самогона делать не стал, хотел изначально из самогона сделать, но решил все-таки воспользоваться спиртом. Приобрел спирт этиловый, вот такой вот 95 градусов. На калькуляторе самогонщика я рассчитал, что для приготовления 2 литров 100 грамм настойки и струи мне потребуется 1 литр 100 спирта. Теперь мы его в нашу емкость выливаем. Почему не стал делать на самогоне настойку бубровой струи? Потому что самогоноварением занимаюсь еще совсем мало и, чтобы не допустить никаких ошибок, решил все-таки воспользоваться этиловым спиртом. Спирт этот медицинский, чистый. Уверен, что настойка потом спирту будет полезней и будет правильней. Конечно, может быть, друзья, если кто-то считает, что я выбрал неправильный рецепт, пишите комментарии. То есть будем обсуждать. В следующем году я также буду охотиться на бобра, может быть, сделаю и по-другому что-то. Но на сегодняшний день я решился попробовать именно рецепт этого человека. Посмотрим, что он у нас выйдет. Что нам сейчас нужно будет сделать? Спирт мы будем этот разбавлять водичкой. Водичку я тоже приобрел, вот такую вот негазированную кубай. Дополнительно мы ее заморозили. Говорят, что при кристаллизации замороженной воды, вода очищается дополнительно. Хотя производитель нас уверяет, что это горная питьевая вода, но мы решили все-таки ее дополнительно еще заморозить. Тем самым получить водичку еще чище. Так, вот спирт мы ее наш вылили. Теперь, чтобы нам не ошибиться с пропорцией водицы, я взял граненый стаканчик вот такой. Как вы знаете, граненый стакан идет 200 граммовый. Нам нужно в нашу емкость добавить 1 литр воды. 200 грамм. Заливаем все вместе. Я уверен, кто хочет сделать настойку бобровой струи, он уже прочитал, что это такое. Также знает о всех ее полезных свойствах для организма человека. Вот мы тоже с друзьями начитались. Тут появилась возможность его поймать, этого бобрика. Бобрика добыли. Ну и чтобы струю эту не выбрасывать, мы ее аккуратненько отделили, высушили и решили для себя приготовить вот такой вот полезный напиток. Что мы делаем дальше? Теперь нам нужно наш спирт хорошенько размешать. Размешивать я буду ложкой. По калькулятору самогонщика, еще раз повторюсь, напиток, который у нас здесь должен получиться, будет 50 градусов. Калькулятором самогонщика я этим пользуюсь постоянно, так как самогон и вареньем тоже увлекаюсь. Ни разу он еще меня не подводил. Так вот, напиток у нас разбавлен. Теперь что мы делаем? Теперь мы берем нашу бобровую струю. Бобровую струю я высушил так, что она не как камень, а мягенькая струя. Можно резать такую струю ножом, можно резать ножницами. Я воспользуюсь ножницами. То есть вот мы берем ножницы и начинаем ее просто резать. Вот такими вот кусочками. Можно мелкими кусочками резать, можно покрупнее. Каждый делает по-своему. И тоже посмотрел в интернете, что этот человек на этом канале говорит, что каждая струя каждого бобра отличается, так как боблик живет в разных средах обитания. У бобра разное, питание соответственно у бобра разное. Кто-то питается корой березы, кто-то питается осиной, кто-то ольхой. То есть вариантов очень много. И соответственно струя у всех разная. Посмотрим, что у нас из этого выйдет. Но запах, ребята, кто-то говорит, что там струя бобра очень сильно пахнет. Я вот ее режу. Но есть запах. Но он не такой противный, как все говорят. Кто-то добавляет, читал в интернете в настойку бобровой струи. Там мед, кто-то еще что-то, чтобы при употреблении такого напитка было не так противно это делать. Ну, я не знаю, мне... Вот я запах чувствую бобра, но он мне не противен. Все вот так вот нарезается. Еще раз повторюсь, что по рецепту, по этому соотношению спирта и струи, это получается 130 грамм бобровой струи на 700 грамм спирта. Вот этот бобрик у нас был добыт на реке. Стреляли мы с ружья его. Посмотрим, что у него внутри. Внутри вот у него, обратите внимание, я думаю, должно быть видно. Вот так вот нарезается все. Но этот бобр, ребята, был здоровый вообще. Зарежем. Кто-то эту струю пересушивает. Она становится как камень. И нарезать ее потом уже ножницами, либо ножом уже невозможно. Они берут обычную терку, натирают ее в пыль и настаивают так же. То есть, в принципе, это тоже неплохой рецепт. То есть, ребята им пользуются. В интернете читали очень много за это. Но ждать уже больше не хотелось. Решили уже настойку эту приготовить и начать употреблять. Доброя мы нарезали полностью все. Берем нашу емкость с раствором спиртовым и опускаем туда нашу струю. Все это вываливается туда. Настаивается тоже в интернете. Посмотрел, кто-то говорит, что 14 дней. Кто-то говорит месяц. То есть, мы будем настаивать дней 20. Посмотрим на цвет этого напитка, как он будет цвета коньяка. То эта настойка уже готова. Также смотрел в интернете, что первый раз настойку слил, отфильтровал этот напиток, который получился. Струю бобра не выбрасываешь и заливаешь еще раз водкой. То есть, второй раз ее тоже можно настаивать. Посмотрим, конечно, может быть, так же сделаем. Но пока можно первый раз ее настоять. Посмотреть, что у нас из этого выйдет. Все это мы вывалили. Теперь, что нам нужно сделать. Я возьму малярный скотч. Оторву кусочек скотча малярного. Наклею на баночку. И напишу сегодняшнее число. Делается это для того, чтобы не забыть. Потому что я очень много настоек различных делаю. Сегодня у нас 29 января. Все с такой меточкой. Мы будем знать, что такого-то числа наша настойка была поставлена. Настаялась. Теперь мы все это делаем. Закрываем плотно крышкой. Вот так вот, плотненько. Все это хорошенько перемешивается. Вот так вот. Получился вот такой вот напиток. Цвет уже коричневый. Чтобы ничего у нас не выветривалось, я беру вот такой вот стрейк. Позрачную. И нашу баночку вот так вот. Плотненько. С этим стрейчем. Заворачиваю. И вот так вот один разочек. В таком стрейче наш напиток не потеряет крепкость. Это уже проверено. И хранить такую бобровую струю можно в темном, не можно, а нужно. В темном, прохладном месте. Что я и буду делать. Друзья, вот и прошло у нас чуть больше трех недель. Я думаю, что смысла настаивать нашу бобровую струю больше нет. Так как достаточно уже прошло времени. Теперь я хочу ее взять, профильтровать через такой вот опять же фильтр и разлить по нашим бутылочкам. Должно получиться у меня, грубо говоря, 2 литра бобровой струи. Давайте попробуем это сейчас сделать. Напомню, ставил я ее настаивать 29 января. Здесь вот у меня меточка есть. Обязательно, кто делает настойки, меточки такие ставьте гораздо удобнее. Если у вас их много, различных настоек, контролировать момент, период настаивания. Должницами я стрейчика разрезаю. Снимается достаточно сложно, так как стрейчика я намотал много. Но я думаю, это нужно делать, потому что в период настаивания она у меня хранилась в квартире в прохладном темном месте. И запаха благодаря этому стрейчу в квартире никакого не было. А так вот сейчас я распечатываю, когда эту банку запах уже бобровой струи чувствуется. Обратите внимание на цвет напитка. Напиток насыщенный. Вот я поближе вам поднесу. Я думаю, что качество тоже будет шикарное. И сегодня же начну употреблять эту струю. Сейчас я беру этот фильтр. Друзья, кстати, у меня тоже уже ждут, когда эта струя будет готова. Начинаем наш фильтр. Кстати, запах не очень приятный. Вот так вот все фильтруется у нас. Сейчас, как я весь напиток отфильтрую, мы продолжим снимать видео. Все остатки, которые у нас в баночке останутся, я выбрасывать не буду. Попробую настоять их второй раз. Должно тоже все получиться. Вот литр профильтровался. Теперь конец фильтрации. Вот через этот ватный тампончик, он, видимо, уже подзабился какими-то ошметками. И струйка побежала уже не очень сильно. И вот эту ватку просто обычными ножницами можно убрать и вот выбросить. То есть заливать еще в нее нет смысла. Лучше взять с запасом эти тампоны и положить туда новые. Делается это тоже все элементарно. Ничего сложного нет. Я обычно по два тампончика ложу. То есть также руками его туда пропихиваем и заливаем оставшуюся настойку. Ну, если честно, вот уже за эти там две-три минуты я к запаху этой настойки привык и он мне уже не противен. Тихонечко вот так вот все мы выливаем сюда и ждем. Бежит шикарно. Может быть, конечно, кто-то и не фильтрует, но вот я смотрю, все равно какие-то есть частицы бобровой струи, они все равно остаются. И так как я этот напиток делал для себя и тем более для своих друзей, я обязательно хочу, чтобы они употребляли качественный напиток. Этот, ну и, конечно же, тем самым поднимали себе иммунитет и чувствовали себя шикарно. Ждем, пока профильтруется. Ну, вот и все. Вся наша настойка профильтрована. Получилось, как я и рассчитывал, 2 литра. Заливали мы 2,100 по объему, но я уверен, что часть настойки присутствует в самой струе вот здесь вот. Вот она осталась. Выбрасывать я ее, еще раз говорю, не буду. Сегодня же еще раз на ней буду настаивать. Разведенный спирт с водичкой с чистой, но по объему уже, конечно, буду чуть меньше складывать. Теперь, ребята, обратите внимание, еще раз покажу, для чего я фильтрую через ватные тампончики эту струю. Я думаю, будет хорошо видно, сколько гадостей всякой различной на наших тампончиках. Так что этот фильтр, он работает. Если вам понравится, можете сделать себе такой же приборчик и пользоваться. Очень удобно. Это мы все убираем в сторону. Здесь вот немножко капнуло. Запах, еще раз говорю, друзья, для меня уже стал не противный. И уверен, если я там 5-6 раз эту струю попробую по чайной ложечке, как пишут в интернете, как правильно ее употреблять с утра и вечера, то я думаю, я к ней привыкну, и она меня будет только радовать своим бодрящим эффектом. Теперь я беру обычную такую воронку и бутылочки. Бутылочки у меня по 250 грамм. Прочитал в интернете, что на курс достаточно такого объема. И теперь вот каждому товарищу я буду от себя делать вот такой вот подарок. тем ребятам, кто принимал участие в добыче этого бобрика. Ну и, конечно же, для тех ребят, которых я хочу, чтобы у них иммунитет был поднят и чувствовали они себя очень хорошо, так же, как я себя. Так вот все это заливается. Сейчас я по бутылочкам все это разолью и покажу, что у меня получится. Вот, ребята, что у меня и получилось после того, как я разлил все это по бутылочкам. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, мы и в дальнейшем будем экспериментировать. Это же огромная просьба, так как я первый раз сделал настойку на бобровой струи. Если я сделал что-то неправильно, прокомментируйте, пожалуйста, скажите, где я допустил какую-то ошибку, чтобы в дальнейшем, так как я хочу и планирую каждый год этим заниматься, чтобы в следующий раз, когда я буду настаивать такой продукт, чтобы я уже не допустил ту ошибку, которую я, возможно, здесь сделал. Так что вам желаю всем, конечно же, здоровья, удачи и до скорых встреч.